Представлена согласно восьмому этапу развития. Квалификации партнерской программы. Клиент. Партнер. Консультант. Лидер. Мастер. Эксперт. Топ-эксперт. Клиент. Любой человек, который зарегистрировался на сайте и не подписал партнерское соглашение в личном кабинете, является клиентом. Клиент может изучать информацию, которая расположена в личном кабинете. Задавать вопросы технической поддержки. Партнер. После подписания партнерского соглашения клиент получает статус «Партнер». Партнер может рассчитывать на следующее вознаграждение от суммы инвестиций в своей команде. С четырех уровней. С первого – 15%, со второго – 4%, с третьего – 2%, с четвертого – 1%. Средства зачисляются на бонусный счет. Их можно обналичить. Консультант. Условия выполнения квалификации. Объем личных инвестиций не менее 100 долларов. В первом поколении есть минимум 2 человека с объемом личных инвестиций не менее 100 долларов. Объем инвестиций первого поколения с учетом личных инвестиций не менее 300 долларов. Консультант может рассчитывать на следующее вознаграждение от суммы инвестиций в своей команде. С пяти уровней. С первого – 15%, со второго – 5%, с третьего – 3%, с четвертого – 2%, с пятого – 1%. Средства зачисляются на бонусный счет. Их можно обналичить. Лидер. Условия выполнения квалификации. Объем личных инвестиций не менее 200 долларов. В первом поколении есть минимум 3 человека с объемом личных инвестиций не менее 200 долларов. Объем инвестиций первого поколения с учетом личных инвестиций не менее 2000 долларов. Лидер может рассчитывать на следующее вознаграждение от суммы инвестиций в своей команде. С шести уровней. С первого – 15%, со второго – 7%, с третьего – 5%, с четвертого – 3%, с пятого – 2%, с шестого – 1%. Средства зачисляются на бонусный счет. Их можно обналичить. Дополнительный бонус на акционный счет 15% от общей суммы бонусных начислений. С акционного счета вы сможете приобрести дополнительные пакеты. Вывод невозможен. Мастер. Условия выполнения квалификации. Объем личных инвестиций не менее 1000 долларов. В первом поколении есть минимум 3 лидера с объемом личных инвестиций не менее 200 долларов. Объем инвестиций в первом поколении с учетом личных инвестиций не менее 5000 долларов. Мастер может рассчитывать на следующее вознаграждение от суммы инвестиций в своей команде. С девяти уровней. С первого 15%, со второго 7%, с третьего 5%, с четвертого 4%, с пятого 3%, с шестого 1%, с седьмого по девятый полпроцента. Средства зачисляются на бонусный счет, их можно обналичить. Дополнительный бонус на акционный счет 30% от общей суммы бонусных начислений. С акционного счета вы сможете приобрести дополнительные пакеты. Вывод невозможен. Эксперт. Условия выполнения квалификации. Объем личных инвестиций не менее 5000 долларов. В структуре есть три мастера, два из которых обязательно в первом поколении. Третий мастер может быть на любом уровне глубины, но в других ветках. Объем инвестиций в первом поколении не менее с учетом личных инвестиций 10 тысяч долларов. Эксперт может рассчитывать на следующее вознаграждение от суммы инвестиций в своей команде до 20 уровня. С первого 16%, со второго 7%, с третьего 5%, с четвертого 4%, с пятого 3%, с шестого 1%, с седьмого по девятый полпроцента, с десятого по двадцатый две десятых процента. Средства зачисляются на бонусный счет. Их можно обналичить. Дополнительный бонус на акционный счет 40% от общей суммы бонусных начислений. С акционного счета вы сможете приобрести дополнительные пакеты. Вывод невозможен. Топ-эксперт. Условия выполнения квалификации. Топ-эксперт. Объем личных инвестиций не менее 10 тысяч долларов. В структуре есть три эксперта. Все обязательно в первом поколении. Объем инвестиций в первом поколении с учетом личных инвестиций не менее 30 тысяч долларов. Топ-эксперт может рассчитывать на следующее вознаграждение от суммы инвестиций в своей команде. До 24 уровня. С первого 17%, со второго 7%, с третьего 5%, с четвертого 4%, с пятого 3%, с шестого 1%, с седьмого по девятый полпроцента, с десятого по двадцатый 0,2%, с двадцать первого по двадцать четвертый 0,1%. Средства зачисляются на бонусный счет. Их можно обналичить. Дополнительный бонус на акционный счет 50% от общей суммы бонусных начислений. С акционного счета вы сможете приобрести дополнительные пакеты. Вывод невозможен. Дополнительный бонус за личные продажи в первом поколении. Все пакеты должны быть куплены в течение календарного месяца. Несколько пакетов может быть куплено одним человеком. Для получения бонуса учитываются покупки пакетов акций в рассрочку. Пакеты могут быть куплены как новыми, так и покупавшими ранее пакеты акций партнерами. За каждый пакет, купленный в первом поколении, начисляется по 15%. За пятый пакет уже начисляется 16% и дополнительно 1% от общей стоимости предыдущих четырех пакетов. Закупленные с шестого по девятый пакеты в первом поколении начисляются по 16%. Начиная с десятого пакета начисляется 17% и дополнительно 1% от общей стоимости девяти пакетов. Закупленные с одиннадцатого по девятнадцатый пакеты в первом поколении начисляются по 17%. Начиная с двадцатого пакета начисляется 18% и дополнительно 1% от общей стоимости девятнадцати пакетов. С каждого последующего купленного пакета в вашем первом поколении выплачивается 18% от стоимости этого пакета. Правила и условия партнерской программы. Маркетинг-план накопительный с момента вашей регистрации. Квалификационным считается первый уровень. Вывод средств. Минимальная сумма для вывода 30 долларов и более на бонусном счете. Условия роста квалификации. Объем личных инвестиций и общий объем привлеченных инвестиций в первом поколении. Минимальная сумма инвестиций для создания постоянно растущего источника дохода 15 долларов. Нет необходимости подтверждать квалификацию. Высокий процент выплат. До 17% от лично привлеченных инвестиций. И от 0,2% до 7% с глубины партнерской структуры по условиям в зависимости от квалификации. Выплата вознаграждений с глубины максимально до 24 уровня. Нет ограничений по количеству партнеров, которых вы можете пригласить в бизнес лично. Нет ограничения по ширине вашей первой линии. Бонусное вознаграждение начисляется в денежном эквиваленте на бонусный счет. До начисления на акционный счет, начиная от статуса лидер в качестве поощрения. Итак, друзья, вот такой маркетинг-план. Как я говорил, его основное преимущество, наверное, простота. То есть здесь нет каких-то дополнительных условий, которые необходимо выполнять. Написано что-то мелким шрифтом, потому что у вас действительно нет обязательного объема, который должны выполнять вы лично, и обязательного объема товарооборота структуры. То есть все, что вы будете делать, все будет накапливаться, все будет, скажем так, аккумулироваться до кучи, и в принципе у вас гарантия одностороннего роста вашей квалификации, одностороннего роста ваших процентов, увеличения вашего дохода. Если вы что-то будете делать, если вы сами не будете делать ничего, то высока вероятность, даже если под вами подпишется какое-то количество людей, что они будут делать то же самое, что и вы. Потому что, как правило, в сетевом бизнесе, в МЛМ-бизнесе, по партнерским программам так и происходит. Люди редко делают больше, чем делаете вы сами. В ролик в этот тоже не вошло, скажем так, пару важных строчек, которые я обычно упоминаю. То, что маркетинг-план нашей компании можно отнести к маркетинг-плану мгновенных выплат, это очень важно. То, что вы делаете фактически мгновенно, точнее товарооборот, который происходит в вашей структуре, за него вы проценты получаете практически мгновенно на свой бонусный, и если вам положено на опционный счет. Я думаю, вы заметили изменения в маркетинг-плане, что у квалификации партнера и консультанта не начисляется на опционный счет ничего. Начиная с лидера 15%, далее идет 30% у мастера, 40% у эксперта и 50% у топ-эксперта. То есть, единственная квалификация, у которой оставили половинное начисление денежных средств, которые идут на бонусный счет, это топ-эксперт. Да, остальные все видоизменились. Далее, и маркетинг-план компании Skyway Capital можно отнести к тем партнерским программам, в которых квалификация вам тоже присваивается мгновенно практически. В большинстве компаний это происходит по окончанию, скажем так, какого-либо месяца. То есть, вы начали сотрудничество, например, в ноябре, выполнить квалификацию 3-го числа, а присвоит вам ее, скажем так, по итогам работы в этом месяце, только в следующем месяце, в декабре. Соответственно, проценты, которые вы будете получать, вы будете получать в соответствии с той квалификацией, в которой вы начали этот месяц. У нас такого нет. То есть, выполнили условия квалификации, будете добры получать увеличенную процентную ставку по этой квалификации с товароборота, который будет идти после, как вы выполнили условия этой квалификации. Ну, например, вот важные два ключевых события, точнее, два ключевых момента, которые не вошли в описание маркетинга, ролик и так далее скажите если какие-то вопросы именно по партнерской программе какие-то трудности непонятки может быть вопросы там как создавать бизнес по этой партнерской программе и так далее не стесняйтесь писать вопросы в нашем чате потому что в принципе любое мероприятие которое мы проводим это мероприятие в первую очередь для вас да то есть если у вас вопросы есть соответственно их лучше задать если они есть и вы их не задаете соответственно вы остаетесь без ответа оставаясь без ответа у вас возникают какие-то сомнения а сомнения вызывают вашу бездельность и бездельность вас привозит к отсутствию результата отсутствие результата приводит к отсутствию денег вот такая цепочка замкнутый круг итак друзья так понял что в принципе вопросов нет ну тогда наверное я задам вопрос что мы значит переходим по второй части нашего вебинара сегодняшнего то есть та информация которая прошла в чатах если да ну дайте знак поставьте пятерки тогда что ли давайте задавать если есть вопрос сейчас степан напишет вопрос мы на него ответим и дальше двинемся хорошо коллеги спасибо раиса спасибо сергей что вы быстро реагируете выше да сейчас я посмотрю просто тогда вел вебинар я не обратил внимание как видишь вопрос то добрый день пригласите видно сколько людей имеет желание заработать по подключению вебинар могу вопрос вижу ваши плюсики единичку а я не вижу вопросов у меня почему-то вопрос мне не отразился но что он глубже ниже странно вот я вижу что раиса ответила но у меня нет вопроса вашего степан не знаю почему да акционный счет это подарок компании правильно писала раиса то есть в принципе тех людей которые дело не в том что неправильно смотреть я отвечу на этот вопрос следующим образом когда запускался проект 27 года назад да почти три он будет феврале месяц дело в том что юницкий тогда еще говорил что да для тех кто будет нам активно помогать развивать бизнес это увлекать инвестиции мы будем какое-то время дарить деньги на акционный счет на который они просто могут скажем так бесплатно да не вкладывая ничего помимо того что зарабатывать на бонусный счет приобретать себе пакеты долей компании наступил момент когда было принято решение уменьшить это вознаграждение всем потому что мы развиваемся потому что мы успешно двигаемся в выбранном направлении до прошла пора раздаривания просто так за то что люди просто поверили когда-то долей компании вот и было принято решение снизить до половины начисления сейчас мы на восьмом этапе инвестиции к нам проект идут то есть люди с удовольствием инвестируют и крупные суммы да вот в ближайшее время ожидается приход крупных инвесторов соответственно зачем разбрасываться теми долями компании которые скоро могут принести гораздо больший доход компания да когда их будут приобретать прошла пора два года ждали два года люди говорят ребята придите только да вот начните делать какие-то вещи и вы еще будете получать такой подарок подарки же не дарится все время жизнь так устроена что скажем так есть определенные даты в жизни каждого человека на который ему дарят подарок в детстве каждый год да когда у вас день рождения когда вы становитесь взрослым даже не каждый день рождения возможно вам их дарит здесь же мы занимаемся бизнесом и речь идет о серьезном бизнесе в котором вы можете зарабатывать серьезные деньги соответственно хотите вы иметь начисление на бонус на акционный счет пожалуйста сделайте три простых шага пригласите трех людей которые выполнят условия третьей квалификации который называется лидер да для этого не нужно иметь 7 5 во лбу как мы говорим вы сами сделали на 200 долларов покупку в нашем нашем бизнесе у вас как минимум три человека которые вас повторили суммарный товар оборот вашей инвестиции первого поколения достигает 2000 долларов вот когда вы это выполните у вас начнутся начислений эти национы счет вас за это вознаграждают вознаграждают не просто за то что вы есть это тоже кстати классно вот что вы приняли участие в проекте за то что вы еще что-то делаете понимаете да я ответил на вопрос вам перепадает степан не надо скажем так здесь как говорится наводить тень на плетень если ваша первая линия инвестирует вам на бонусный счет начисляется вознаграждение вот во всех млн компаниях если мы вообще так немножко ковырнем да глубже то вообще никакого акционного счета не существует понимаете там только есть начисление бонусов и все там нет такого понятия бонусный счет акционный премиальный создали товар обороты вам начислили какое-то количество денег вот получите у нас еще был подарочный и он еще остается но сейчас уже для тех кто активно помогает нам развивать бизнес так что то что вы написали что в первом поколении если у вас кто-то платит вам ничего не начисляет это неправда вам идет 15 процентов на бонусный счет это хорошие деньги если вы раньше начали заниматься этим бизнесом например два года назад вам вышли начисления полном объеме причем и на бонусный акционный счет но возможно по какой-то причине вы не получили тогда информация может получили но не поверили поэтому тут как бы у каждого есть святое право выбора я думаю коллеги со мной согласятся итак друзья давайте перейдем ко второй части нашего сегодняшнего вебинара я сейчас сделаю следующий шаг то есть я поделюсь с вами экраном и хотим получить обратную связь сейчас когда кнопочку нажму что вы мой экран видите так запускаем приложение правильно светлана написал что ищите возможности для получения дохода и вы их найдете итак друзья я нажал трансляцию рабочего стола если она пошла просто плюсики поставьте в чате вебинара а если проверить это себя до пошла трансляция рабочего стола поэтому я перехожу непосредственно к демонстрации скажем так процедуры которая называется верификация да у нас вы знаете есть два кабинета старый и новый кабинет вот буквально вчера с 11 часов дня к сожалению может быть сделали небольшое опущение мы нигде не дали информацию о том что у нас скажем так не то чтобы меняется юридическая схема нет просто мы все больше и больше начинаем соответствовать рынку инвестиций да то есть мы верифицируем личные кабинеты это для упрощения вашей же работы в том числе потому что человек который вот сейчас будет регистрироваться вот сейчас новые люди придут он регистрируется по той же схеме что и было до того да то есть он проходит вводит свои данные необходимые для регистрации сначала телефон электронный адрес потом фамилию страну там и так далее подтверждает на своей электронной почте то что это он сделал регистрацию не появляется свой личный кабинет а в личном кабинете у меня почему высветил сейчас этот баннер да у всех людей которые со вчерашнего дня попробовали зайти свой личный кабинет неважно старый он на старой платформе который у нас есть либо на новой платформе которая сейчас да у всех всплывает вот такое окошко поначалу и для того чтобы скажем так это окошко ушло вам нужно будет сделать три простых шага делу акцент вот здесь сейчас открыт новый кабинет старом та же самая петрушка нужно указать гражданство то есть вы нажимаете такое гражданство выбираете ту страну вот я выбрал страну далее страна пребывания то есть там где вы зарегистрированы тоже вы выбираете главное чтобы эти данные соответствуют тому что есть на самом деле и далее вы указываете город которым вы пребываете да вот я ввел все эти три данные которые необходимо ввести нажимаю сохранить и эта панелька исчезла вот теперь мы находимся в новом кабинете да это как бы не мой профиль это профиль моего партнера вот здесь мы в панели верху профиль видите мы находим кнопочку верификации да если мы ее нажмем то у нас начнет высвечиваться скажем так анкета который нам надо заполнять сейчас я перехожу в старый кабинет в старом кабинете кнопка верификации также находится в разделе профиль вот видите нас профиль еще есть вот здесь да здесь его нет а вот в разделе профиль у нас появилась пункт верификации нажимаем вот если у вас есть несовершеннолетний то важный скажем так момент да для оформления пакета малыш либо студент это только два пакета которые будут позволять приобретать пакеты долей компании на несовершеннолетних делу акцент на это то есть в сведении вот этого более жесткой юридической схемы который у нас сейчас есть вы сможете купить на несовершеннолетнего всего только два пакета если раньше можно было оформлять на кого угодно мало того в своем личном кабинете, который вы верифицируете, вы сможете оформлять пакеты долей компании только на себя самого. То есть вы прошли верификацию своего личного кабинета, он принадлежит вам, и купить вы сможете только на себя. Вот если вы сейчас, скажем так, верификацию не пройдете, вот вы наш партнер, у вас куплены там сертификаты, которые есть и так далее, но верификацию вы не проходите, а пытаетесь купить себе пакет, вы его купите, но вам сертификат не будет оформлен до тех пор, да, то, что вы его приобрели, и данные не будут передаваться в реестр, пока вы не верифицируете свой профиль, пока вы не верифицируетесь. То есть дальше, когда вы попадаете на эту страницу, мне с несовершеннолетними, скажем так, сталкиваться не приходится, поэтому я нажимаю здесь заполнить. Сайт грузится, и мы здесь пишем обязательно, чтобы все было правильно, да, чтобы все было четко, чтобы все соответствует тому, что есть на самом деле. То есть для граждан Российской Федерации здесь заполняется на русском, далее на английском, да, пишем фамилию, причем у меня просьба, если у вас какие-то документы есть, в которых вписана ваша фамилия, это загранпаспорт либо права, да, а вы не знаете, как фамилию свою писать, обязательно загляните в эти документы и сделайте так, как прописано в тех документах, чтобы не было ошибок, потому что данные пойдут в реестр. Вот, то есть заполняем все поля, отчество у нас только на русском языке. Мало того, система настолько грамотно настроена, что если у вас стоит не тот регистр, например, там вы нужно заполнять на русском, да, а у вас английский включен, вы не запомните. Далее, здесь выбираем пол, спускаемся ниже, дату рождения ставим свою. Все достаточно просто, никаких сложностей в принципе нет, но вот я сейчас делаю в прямом эфире, как говорится, свою верификацию, своего профиля, чтобы вы потом смогли повторить, кто не сделал у себя и рассказать своим партнерам. Далее, очень важный момент, делаю акцент, мы всегда об этом говорили, страна рождения, у нас огромное количество людей, которым, скажем так, сейчас я скажу, у нас сегодня какой год, 16, вот, и с 91, да, то есть, грубо говоря, 25 лет, вот если вам старше 25 лет и вы родились на территории, скажем, бывшего Советского Союза, вам здесь нужно выбрать СССР, страна рождения, да, здесь четко написано, страна рождения, вот, если вы родились, если вы являетесь партнером из любой другой страны, вы здесь пишите свою страну рождения, которая не меняется никогда в жизни. Нажимаем вперед. Дальше, нам нужно выбрать тип документа, внимательно вот здесь вот клацаем с правой стороны, да, и выбираем тип документа. Свидетельство о рождении вы понимаете, для чего введено, потому что мы могли оформлять, скажем так, данные на нашего ребенка, да, я же выбираю паспорт, вот, и здесь нужно вписать серию и номер паспорта, то есть, внимательно пишите свою серию и номер паспорта, 525, это мой, я сейчас пишу, написал серию номер документа, дальше, дата выдачи, пожалуйста, не помните, обязательно возьмите документ в руки и с него все это делайте, да, здесь есть пункт, ну, довольно такой бестолковый, если честно, потому что раньше было просто писать, кем будет он, писалось, например, в Советском Союзе, либо в России, либо там, на той же Украине, либо в других, там, ОВД такого-то района, такого-то города, да, сейчас тут надо писать, у нас в России сделали ТП номер один, ОУФМС, так, вот видите, уже ошибки сделал, здесь ОУФМС России, по памяти пишу, по Московской области, в городском поселении, один СОО, с ума сойти, да, так, все проверяем, ТП номер один, территориальный пункт, так, 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 в Московской области, поселение, так, нажимаем вперед, далее, мы здесь пишем адрес регистрации, внимательно, справа выбираем страну, да, то есть здесь перечислено огромное количество стран, регион, вот, здесь есть у меня Московская область, внимательно, если у вас есть область, да, то есть если вы живете в небольшом пункте, ну, потому что крупные города такие, как, наверное, Питер, Москва, там, Владивосток, что-то еще, да, там, Краснодар, оно может пройти, но если у вас есть область, пожалуйста, указывайте ее, вот здесь есть, выберите тип населенного пункта, да, то есть, вот, выбирайте город, потому что здесь есть еще разнообразные, смотрите, деревня, ПГТ, поселок городского типа, поселок, село, станица, ну, так как я заполняю на русском, у меня, значит, выпадает вот такая панель, дальше, пишем название города, тип улицы, потому что вы знаете, да, здесь наши программисты сделали действительно грамотный шаг, потому что нас часто партнеры писали там, где написано улице, писали все, весь адрес вставляли и так далее, здесь мы выбираем тип улицы, видите, есть аллея, бульвар, квартал, микрорайон, набережная, переулок и так далее, то есть, пишите, пожалуйста, выбирайте здесь то, что соответствует вашему месту проживания, тупики, проезды, улицы, шоссе, то есть, проспекты, здесь все это есть, выбираем улица, потому что я вот не живу на улице, пишем здесь ее название, дальше, дом пишем там, где написано дом, а не там, где, скажем так, мы ввели название улицы, это очень важно, если у вас есть корпус, значит, корпус вы пишете здесь, к корпусу может относиться цифра, может относиться, скажем так, наверное, буква, я букву сейчас писать не буду, дальше мы пишем квартиру и нажимаем вперед. И теперь последний шаг верификации, нам необходимо загрузить скан документов, которые мы когда-то подгружали к каждому отдельно взятому сертификатом и подписывали договор. Вот чем удобна еще будет данная форма верификации личного кабинета, то, что вы единожды пройдете верификацию, кто-то вот сейчас зарегистрируется и сразу пройдет верификацию, соответственно, ему потом в дальнейшем при покупке сертификатов, там, рассрочек и так далее, не нужно будет заполнять вот это каждый раз эти анкеты. Один раз прошла верификация, наш отдел сертификатов проверит все, подтвердит, что да, данные, скажем так, не сены, и дальше вы спокойно просто выбрали сертификат, оплатили, нажали кнопку, все, вам сертификат в дальнейшем будет формироваться по тем данным, которые вы сегодня или когда вы будете делать верификацию, будете загружать. То есть нужно скан разворота с фамилией, именем, отчеством документа и скан с регистрацией, либо скан квитанции об оплате коммунальных услуг, здесь все написано, читайте внимательно. выбираем файл, заходим на компьютер, так, здесь где-то документы есть мои, фотография, паспорт в формате PDF, так, ну вот, выбрал, нажимаю открыть, у меня в формате JPEG, загружается мой файл, вы можете попробовать, то есть здесь есть несколько форматов, по-моему, возможных PDF и так далее, я в JPEG, он меньше всего весит, вот, выбрал файл, нажимаю загрузить, осуществляется загрузка файла, и вот мой файл здесь появился, дальше выбираю вторую страницу своего паспорта, там, где у меня есть прописка, так, где-то тут у меня, вот, нажимаю открыть и нажимаю загрузить, все, я загрузил необходимое количество документов, ставлю здесь галочку, что я загрузил все необходимые копии, подтверждать достоверность, нажимаю сохранить, коллеги, мои персональные данные, вот, обратите внимание, на проверке, то есть теперь отдел сертификации после того, как будут проверены все мои данные, скам моего паспорта соответствует всему тому, что я написал, почему я говорил, да, что друзья, пишите обязательно все то, что соответствует действительности, находитесь вы, например, сейчас где-то паспорт вы свой загрузили, а находитесь вы в другой стране и прочее, да, если вы будете писать адрес страны, в которой вы сейчас находитесь, вам нужно будет подтверждать при верификации документами об оплате коммунальных услуг интернета, услуг связи, либо чего-то еще по тому адресу, который вы указали, поэтому, пожалуйста, относитесь к этому серьезно, сейчас уже прокатывать просто так ничего не будет, вот, я вам говорю, что юридическая схема, скажем так, стала немножко серьезней, но все ближе к тому, чтобы соответствовать, скажем, всем канонам, ну, юридических вопросов и во всех странах, в которых мы работаем, поэтому все это нужно делать, скажем так, щетильнее, да, соответственность, прошли времена, когда можно было что-то сделать там, а, как попало. Итак, друзья, второй у меня открыт личный кабинет, в котором нужно будет пройти верификацию, это я сделаю позже, сейчас я его закрою, возвращаюсь к нам на вебинар, в нашу конференц-комнату, скажите, то, что я сейчас делал, да, сложно сделать или нет? Смотрите, Степан, если вы живете в Эстонии, вот я хочу сказать, когда вы создавали свой профиль, вы указывали ту страну, в которой вы живете, я так предполагаю, что вы делали именно то, да, соответственно, я уточнял специально перед вебинаром у нашей службы реестра, если люди живут в любой стране, кроме России, например, да, имеют ли они возможность заполнять анкетные данные на родном языке, да, вот, а там вот дел акцент, мне сказали, что да, но там, где положено указать на английском, вы видите там, я, обязательно укажите правильно на английском языке, данные в реестр у нас идут на основании данных на английском языке, вот, поэтому вы можете заполнять на том языке, на котором вы посчитаете нужным, да, если вы прописали, если вы живете в Эстонии, указали это при создании своего профиля, что вы в Эстонии, но несовершеннолетних детей я показывал вначале, там есть отдельно, вот, когда вы начинаете заполнять профиль, да, вот, если вам это понадобится, вы будете оформлять, но если нет улицы, значит, вы улицу пока не заполняете, потому что вы будете прикладывать паспорт, скан паспорта, да, в котором будет видно ваша регистрация, если данные будут соответствовать тому, что в регистрации, и тому, что вы написали, соответственно, у вас пройдет верификация, вот таким вот образом. На детей отдельно верификация, когда вот я заходил, да, вот сейчас, так, еще раз я вернусь, не знаю, пустит ли меня второй раз там верифицироваться, потому что свой профиль я верифицировал, вот, видите, так как у меня нет открытой рассрочки, например, на людей, на детей, которые нужно верифицировать и так далее, у меня написано, что список несовершеннолетних, дата, статус и так далее, но у тех, наверное, кто оформлял это на пакете малыш и на пакете студент, там это есть возможность, вести данные верификации на несовершеннолетних. У меня нет, я ничего не приобретал ни пакет малыш, ни пакет студент. Вот таким вот образом. Для тех, кто это делал, там будет как раз графа, которую нужно будет ввести в данный ребенка. Запись ведется, Светлана. Смотрите, Закир, региональным лидером может стать человек, который хочет стать региональным лидером. Для этого нужно выполнять определенные условия. То есть для того, чтобы стать этим лидером, нужно подать заявку. На сайте компании Skyway Capital в разделе «Глобальный лидер» и «Дальше региональный лидер» есть кнопочка, где можно нажать ее и ввести свои данные, что вы хотите стать региональным лидером. После этого есть вероятность, что к вам обратятся и пришлют информацию, что необходимо проделать. Потому что это отдельная еще схема вознаграждения есть для людей, которые развивают бизнес в регионах. Это дополнительная ответственность. Что еще? Какие вопросы есть? Спасибо, спасибо. Да, пожалуйста. Welcome, как говорят наши личные соперники и оппоненты англичане. Когда будет возможность дарения или наследования? Ну, давайте, Николай, скажу вам следующее. Наследование и дарение будут возможны тогда, когда мы будем, скажем так, работать уже с документами, как реальная акция. Сейчас вы владеете долями компании. То есть подтвердить, что они у вас есть может компания, а на рынке, скажем так, инвестиций в плане, как мы привыкли, где котируются акции «Газпрома» либо «Эппла», пока эти бумаги, скажем так, ничем не подкреплены. Как только мы выйдем на рынок инвестиций, да, и мы будем работать конкретно уже с ценными бумагами в полном смысле этого слова, вы тогда сможете дарить, вы тогда сможете продавать и делать все с ценными бумагами, что делается сейчас на рынке инвестиций. Пока вторичного рынка у нас нет. Вы купили на себя? Соответственно, пока вы владелец. Какие еще есть вопросы? Да вроде бы как и нет. Так что, коллеги, у меня к вам просьба такая. Если вы поняли, что нужно делать, да, то, скажем так, проделать эту верификацию, по большому счету, вот Светлана задала вопрос о новой юридической схеме сотрудничества. В принципе, схема-то осталась примерно прежней. Просто поменялись, скажем так, условия верификации. Они не поменялись, они дополнились. То есть мы сейчас максимально делаем, ну где-то обезопасиваем, да, себя даже от того, что люди раньше просто иногда писали всякий бред при регистрации. Честно, такое было. Еще в старом кабинете, когда было ИСВ, люди писали вымышленные какие-то фамилии, не знаю, для чего они это делали. Не тратили свои деньги, а писали непонятно кого, да. Соответственно, мы имеем дело с серьезной компанией, которая работает с вашими деньгами. Вы инвестируете свои деньги, относитесь к этому серьезно. То есть мы проходим вот сейчас юридической схемы такова. Коллеги, я сейчас вам рассказал, что всем вам, вот вопрос прозвучал у Натальи так, что вы выписывали сертификат. И я выписывал сертификат. И я подписывал каждому отдельно взятому купленному, например, пакету в компании Skyway Capital, отдельно оформлял договор. Вот чтобы этого всего не делать, сейчас введена вот эта схема. Вы верифицируете свой личный кабинет, себя перед компанией, то есть то, что вы такое на самом деле, да. И с этого момента вам не нужно будет больше заполнять никаких анкет и так далее, и так далее. Выбрали пакет, купили и со спокойной душой пошли делать то, что вы делали. Всем верифицировать свои личные кабинеты нужно всем, кто зарегистрирован в компании Skyway Capital. Кто регистрируется сейчас, с нуля приходят новые люди. И все те, кто зарегистрировался с 24 февраля 2015 года. Вот такое требование компании. Возможно, в ближайшее время, вот мы говорим, что ввели, скажем так, это вчера с 11 часов, не сделали пока рассылки, не сделали какой-то информационный, скажем так, я не знаю, не смс-рассылки, ничего. Я думаю, в ближайшее время это подготовится, и всем будет с акцентированным вниманием, выложится новость на сайте, что обязательно пройдите верификацию. Какие еще есть вопросы, коллеги? Данный вебинар, да, он записывается, его можно будет посмотреть. Но, в принципе, те, кто оформлял себе договора и анкеты прописывал купленным сертификатом в нашей компании, для них никаких сложностей не составит и труда пройти эту верификацию. Правильно Раиса написала, что у нас есть, да почти у каждого, наверное, может быть, не у всех, но у достаточно многих людей, потому что когда-то у нас был только один кабинет, это RSV System, а с 24 февраля у нас 2015 года работает компания Skyway Capital. Это отдельный личный кабинет, это отдельное юридическое лицо, в принципе, которое является партнером группы компании Skyway. И здесь вы верифицируете свой личный кабинет точно так же. Итак, коллеги, у меня, в принципе, все. Хотел пожелать вам хороших выходных. У нас, к сожалению, в Москве непонятно что. А, вот, чтобы немножко вас повеселить, у меня для вас заготовлена одна интересная вещь. Мы все время говорим с людьми и рассказываем о том, что вот, как бы, транспорт, да, там, современный, несовременный. Эх, куда-то улетело у меня это сообщение. Но, тем не менее, я сейчас, думаю, его разыщу. Я сегодня ехал на работу, да, ну, и заметил одну очень интересную вещь. Когда я зашел непосредственно на платформу в Московской области, вот там, как бы, вот, ну, я всегда считал, что наиболее, скажем так, толковым транспортом, наиболее работающим в нормальном режиме, скажем так, достаточно надежным, является у нас метро и электрички. Так вот, сегодня столкнулся с тем, что, скажем, подмосковные электрички дали конкретный сбой. Вот. Причем этот сбой составлял несколько часов, казалось бы, из-за чего? Из-за того, что пришла зима и вдруг пошел дождь, да. Вот то, что мы говорим, там, транспорт Skyway, который мы выводим на мировой транспортный рынок, он к погодным условиям практически не будет, как бы так, капризом природы, будет относиться спокойно, да. То есть мы сможем передвигаться в нем даже в такую погоду, в которую сейчас отменено куча рейсов в аэропортах, да. И отменено большое количество электричек сегодня получили сбой, по крайней мере, на моем белорусском направлении. То есть я еле втиснулся в электричку на станцию Одинцова, она была отправлена как бы с конечной, причем сбой там отправили, наверное, не в ту электричку, не в то время, которое должна была идти. Там была, наверное, длина в 8.31, а я уехал где-то в 8.50, а она шла до Лобни в другом направлении. В общем, я еле влез в данную электричку, я стоял, скажем так, в конце, возле самой двери, расплющенной по этим дверям. Вы знаете, потерял. Зайдите на сайт РБК, вы эту новость найдете. Мы, как оказалось, передавали там по новостям, что такая проблема на двух, по крайней мере, направлениях. Это киевское направление и белорусское, то есть то, что идет на запад. Ледяной дождь всего лишь. И там задержки по электричкам по поездам, например, на киевском направлении было задержано около 8 электричек, интервал опоздания электричек до 2 часов, да, и было еще задержано 10 поездов. Вот таким вот образом. Что касаемо официальной рекламы СТЮ, Светлана, можете ее конкретизировать? Вопрос не совсем понимаю. Новости и не более. Может быть, я не знаю про то, что вы о чем, Сергей. Просто я говорю, что на вебинарах, которые касаются презентации компании Skyway Capital, я часто говорю о транспортных проблемах, которые мы испытываем здесь, в этом здоровом мегаполисе, который считается пуп земли. Вот сейчас вечер, в пятницу, я думаю, в 4 часов начнется, ну, не апокалипсис, но что-то близкое к этому. Народ захочет выехать на магистраль, идущую из Москвы. Сейчас нам обещали. Сейчас шел дождь, а потом еще должно подморозить. То есть, как бы так, мерзлые улицы и провода к нам вернутся. Светлана, вы знаете, я не все знаю, что говорил Ирина Волкова в Юрмале, поэтому мне вот сейчас трудно вам ответить, касаемо об официальной рекламе STU. Если вы имеете в виду юридически какая-то подоплека, ну, в первую очередь, наверное, юридически, точнее, рекламировать STU может кто? Сама компания. Что касается на домах, баннеры какие-то и прочее, я пока не могу вам ничего ответить, потому что вы первые, кто задал этот вопрос. Это нужно общаться с руководством компании. Вы знаете, что право на торговую марту имеет непосредственно компания в Минске. Вы видели, да, на что у нас новость, это было около года назад, что группа компаний Skyway запатентовала целый ряд изображений и обладает исключительными правами на использование данных изображений. Вот таким вот образом. Если вы говорите, ну, на домах я не знаю, что такое, изготовление баннеров там, да, изготовление пресс-волов, ну, в принципе, это не так сложно. У меня даже есть образцы уже подготовленных макетов того же пресс-вола, который вы можете сделать в формате там 2 на 2, либо 4 на 4, напечатать его и разместить там, где вы считаете нужно. Вот таким вот образом. По поводу афиш, ну, я не знаю, Сергей, кто-то делает ставку на то, что если он вывесит где-то несколько баннеров, что вроде бы что-то пойдет. Действительно, у нас счетов с рекламой немерено, да, вот я, если честно, хожу, смотрю по сторонам, точнее, я не замечаю рекламу, которая вокруг меня, хотя ее много. По одной причине я ее не имею, мне она неинтересна. Вот и все. А когда вам что-то неинтересно, вы просто на этом не фокусируйтесь. Вот я в последнее время не помню, что рекламируется по телевизору, да, потому что я его практически не смотрю, только спорт, который я люблю смотреть, командный вид спорта. Хоккей, баскетбол, да, волейбол, иногда футбол, потому что футбол в последнее время все больше разочаровывает. Особенно вчерашний, который я там посмотрел 15 минут в конце. Мне хватило вот так. Вы знаете, Наталья, я не знаю, вот в вашей ситуации, то, что вы покупали пакеты, и в новом кабинете этого нет. Если вы покупали пакеты до момента перехода работают, например, компании РСВ, и до нового кабинета, значит, эти пакеты сохранились у вас в старом кабинете. Там есть кнопка «Зайти в старый кабинет». Вот. Поэтому все это легко выяснить. Если вы что-то обнаружили, у вас чего-то нет в личном кабинете, пожалуйста, заявка, пожалуйста, обращение в техподдержку, появляется номер, начинается разбирательство. Да, вот у нас порядка там несколько десятков тысяч инвесторов, и вот чисто в вашей ситуации я не могу знать. И я, в принципе, не отношусь тем службам, которые могут быстро вам взять, нажать какую-то кнопку и найти ваши инвестиции, ваши оплаты и так далее. Но если вы хотите найти те сертификаты, которые вы оформляли когда-то, зайдите в старую версию кабинета, они там должны быть. Ну что, коллеги, я думаю, есть смысл остановиться, то есть перестать вам надоедать своим присутствием в вебинарной комнате. Хочу вас поблагодарить за то, что пришли. Просьба такая. Я думаю, что здесь есть несколько региональных лидеров. Я это вижу. Расскажите своим людям, своим структурам, что им нужно сделать в ближайшее время. Пройти верификацию. Не затягивайте с этим. Запись данного вебинара, она будет выложена на нашем канале вебинаров. То, что я проделал. Но в большинстве своем, я думаю, вы посмотрели, что ничего сложного нет. И вы можете там, я не знаю, в своих офисах, либо в скайпе собрать своих партнеров и прямо в скайпе, поделившись экраном, показать, как проходит верификация. Сделайте это, пожалуйста. Всем здоровья, любви денег. До новых встреч на следующей неделе. Вот у меня как-то есть приподнятые состояния души перед следующей неделей. Как бы так, в планах есть много интересного, что хочется проделать. Я думаю, новости мы вам об этом сообщим. Всем еще раз хороших выходных. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok